Это здание в стиле советского конструктивизма, построенное в знак самарско-болгарской дружбы, когда-то было любимым местом отдыха горожан. Кинотеатр «Шибка» был не только центром культурного отдыха промышленного района, но даже помогал соединять сердца. Вы знаете, у нас первое свидание здесь было около Шибки. Для меня было бы очень болезненно, если бы ее просто снесли и уничтожили. Это память нашей любви, скажем так. И не хотелось бы, чтобы здесь была разруха. Хотелось бы, чтобы она все-таки существовала. Она имеет право на существование дальше. Общегородской Гагаринский субботник прошел по всему городу, но в промышленном районе акцент был сделан на уборку бывшего кинотеатра и территории, прилегающей к нему. Здесь трудились сотрудники местной администрации, студенты, представители молодой гвардии. Это вся наша земля, независимо от территории микрорайона, это общий наш город весь. Мы ответственны за парки и все. И еще, когда все вместе убираются, люди, они потом задумываются, а стоит ли выкинуть бумажку здесь, потому что я же убирался, как это так. Это и приучает людей еще по чистоте. Я думаю, люди, глядя на нас, и сами тоже будут мотивированы для того, чтобы участвовать в облагораживании города. Для меня лично это желание присоединиться к хорошему делу, чтобы наш город стал чище, интереснее, привлекательнее для туристов, ну и для нас самих. Шибко заброшено уже около двух лет. За это время здание пришло в упадок. Окна разбиты, внутри явные следы пребывания асоциальных граждан. Помещение, находящееся в частной собственности, сегодня в залоге у банка. Накануне субботника здесь прошло выездное совещание администрации. При участии банка и залога держателя, районной прокуратуры и первых лиц города. Городские и областные власти совместными усилиями прорабатывают вопрос о возможном выкупе здания. Уже решено, что оно снова станет культурным центром. Окончательно вопрос должен будет решиться к осени. По поручению главы администрации Олега Фурсова, в ближайшие три недели здание закроют для общего доступа и огородят строительной сеткой. Шибко – это один из символов нашего города. Для нас это является очень объектом знаковым, важным. Последние годы он пришел в упадок, к сожалению, из-за нерадивых хозяев. Я считаю, что глава администрации должен личным примером показывать горожанам любовь к городу, отношение к родному городу. Потому что, чтобы мы не говорили, что город должен быть лучше, красивее, чище, без участия каждого из нас это сделать невозможно. В Гагаринском субботнике приняли участие более 30 тысяч самарцев. Впереди самый масштабный городской субботник, который пройдет 18 апреля. Во всех районах работают горячие линии для желающих присоединиться к генеральной уборке. Участники субботника будут обеспечены необходимым инвентарем и инструментами. Алина Чемерис, Анастасия Зубрева, Максим Гусев, События. Алина Чемерис. Участники субботника. Мы можем того, чтобы вы любили доступную sobfu.